и снова здравствуйте это канал максимадзе и мы продолжаем играть в этот redemption 2 до каждый день снимаем эту игру просто я хочу побыстрее и пройти и так далее короче говоря предыдущая серия оказалась очень короткой всего где-то 25 минут а и мне показалось когда я записывал что прошло около 40 и поэтому я решил закончить но оказывается нет прошло всего 25 поэтому сегодняшней серии наверное будет подлиннее чтобы уравновесить так сказать все сейчас мы должны среди сейчас мы встретимся с парящим орлом рядом с керосиновой фабрикой корнула валентайн тут рядом еще но мы туда вряд ли поедем гриб нафиг нам вообще гриб нужен ты пришел да конечно я же сказал что приду там есть бригадир по имени дандери папки лежат его кабинете над цехом очистки там где окно с подитыми шторами да вижу так вот в папках находится компромат который нам нужен люди мистера корнула уничтожит их если заметить тебя я пойду один и сделаю это так чтобы они меня не заметили что в этих папках там найдется отчет про нефть деньги у тебя так ну ты знаешь как мне пробраться туда да можно пролезть под оградой или спрятаться в одном из фургонов они постоянно приезжают здесь пойду взгляну если попадешь беду зови а я думал что дойдут ни при чем но в идеале да если будешь действовать быстро то можешь забраться в тот фургон так сделаем пожалуй мне кажется так будет безопаснее и ленивее так сказать еще потому что мне не придется никакие кнопки сейчас щелкать а меня повозка сама привезет туда что-то ночь быстро наступила или это шторм такой темный я когда приходил сюда день был а сейчас ночь какая-то быстрая лучше вообще ночь ну ладно не столь важно корнул керосин были factory фабрика то есть factory the tail привет том заберешь груз так нужно успеть к первому проезду в сэндини ясно тогда поторапливайся так я начинаю погрузку так я начинаю погрузку попа тут охранники я бы конечно бы с удовольствием кого-нибудь ножик бы киданул но думаю что довольно рискованно это будет надо придумать как поп проникнуть туда блин лестницы с той стороны а тут охранники везде но хотя один отошел может у нас не заметят отлично мне позвонили ладно пауза алё звонят представляете всякие вот такие звонки которые там нежелательные может быть а этот звонок не мог надо было ответить а дедушка с бабушкой звонили деревне болеют еще до сих пор этим самому и болеть еще будут наверное долго очень долго потому что вирус этот лечится очень долго порой месяцы ладно открывай дверь давай что тут у нас находится а это ты наверное ты наверное есть данбери что кто вы кто успокойся друг это много времени не займет тэнбери друг мне нужны кое-какие бумаги ничего важного одна папка я из главного офиса да ты не из главного офиса а это что важно сейчас нет мне нужна папка с бумагами нефтеразведевская компания линанда лиланда точнее я я тэнбери тэнбери подумай не теряй голову это будет очень неудачно особенно в комнате где такой красивый пол она здесь здесь как нафиг мне ваша шляпа бля ты поступил правильно данбери весьма правильно может быть за это тебя повысит о дэнбери дэнбери мистер дэнбери у вас все хорошо скажи охраннику что все в порядке да да я работаю все хорошо а теперь не шуми иначе главный офис снова отправит меня к тебе тэнбери эй стоять бросай оружие поднимай руки вверх эй полегче парк живо мы не будем повторять что за что то я плохо вижу еще в темноте ой 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 их тут немало придется пострелять сначала Ааа, давай же Еще сзади стреляют Бегу, бегу, бегу Нужно уходить Документы у тебя? Да, но нужно ко всем чертям валить отсюда За мной Интересно, за нами погоня сейчас будет? Да, будет Никаких сомнений не было Эх, разрядился глаз у меня Готово Надеюсь, больше не будет никого Этот залив был очень вовремя Как же было приятно смотреть, как горит тевсть Ты нашел мистера Данбери? Да, не волнуйся, он был весьма любезен Я думал, что ты не собираешься, Миша Я думал, что ты придешь и уйдешь Тихо Спасибо Ты мне спас жизнь Да, спасибо, я надеюсь Не знаю даже на что я надеюсь Но может Это нам пригодится Вот деньги Спасибо Хороший был взрыв Это действительно так Что у нас есть Не надо нам Что у нас есть для того, чтобы Глаз Себе немножко восстановить Морковка есть А, глаз это не восстанавливает Кстати, я что-то смотрю Плитка шоколада Давайте еще что-нибудь съедим Дорогие сигареты Ну нафиг Брайни можно выпить Хорошо Сейчас я хочу отправиться В Сент-Дени Блин Разговор по телефону долгий У меня сейчас был Я его, естественно, вырежу Естественно, я его обрежу И еще я обрежу поездку До Сент-Дени Чик-чик Итак, я в Сент-Дени Выполним еще одно задание Брата Доргенса Его задание мы выполняли Еще в прошлой серии Одну из них Сестра, это мой друг Мистер Морген Сэр Брат Дорген рассказал Про ваш чудесный поступок Он несет много всякой чепухи Не обижайтесь Да, я вовсе не обижаюсь совсем Эй, стой Эти дети хуже всего Пожалуйста, не трогайте его Я что-то не понял А что вам мальчишка-то сделал Не видать никаких зацепок пока А Вы в порядке? Да, жить буду Это мальчишка сделал? Да, вы его знаете Он меня ограбил Куда он направляется? Туда Отлично Отлично Уйди от меня Где мои часы, паршивец? Я ничего в часах не знаю Эй, мистер Оставьте парнишку в покое А вам какое дело, бля? Я бью намного сильнее вас Будьте уверены Ладно, ну его Жалкое время Традить на этого засранца, бля Спасибо, мистер На распятие Эй Вам составить компанию, мистер? Нет Точно? Эй Я, кажется, знаю вас Миссис Даунс О, нет Только не вы Уходите Но как же Помогите Помогите Этот человек пристает Эй Господин полицейский Помогите Блин Сосранка какая Дальше Продолжение следует... Это жена Томаса Даунса, одного из должников, которым мы убивали долги для Леопольда Штрауса. Он был болен туберкулезом и умер. Мы там его побили, чтобы он долги вернул, но правда он нам не вернул. Потом его семья вернула. Он от туберкулеза умер, а его жена винит в смерти Артура. А сейчас она, насколько я понимаю, решила по проституции заниматься. Я считаю, что... Блин. Плохо дело. Придется обходить. Ничего не вижу вообще. Мне кажется, я сейчас в тупик зайду и все. Блин, да я в тупик сейчас зайду. Где выход? Да поворачивайся ты нормально, блин. Вообще она... Вообще она на самом деле не в том возрасте, чтобы этим заниматься. Это тупик. Это тупик. Я так и знал. Может там выход есть? Да блин. Ну что за... В какой я лабиринт вообще зашел сейчас? Да блин. Они повсюду. Ладно, попробуем пробраться вот так. Он нас не заметил? Очень повезло. Ой. Вот они. Да блин. Да твою мать. Опять что ли? Да. 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 так где это пойдем прямо надеюсь там законников никаких не будет сложно сложно мимо законников пройти вот один из них тут стоит хотя почему-то не обозначается на карте как этот фух пробрались мистер морган извините пастыр я принес ваш крест о не можем да может я надеюсь мальчик с ним все хорошо если мы говорим о зле в голове у него еще тот бардак есть брат даркинс вас не ошибся вы поистине прекрасный человек брат даркинс боюсь он сильно заблуждается но я рад помочь чем могу спасибо это просто вещь но этот крест подарила мне мама когда я стала послушаться незадолго до своей смерти вы поистине прекрасный человек извините пастор сестра всего вам доброго видите одесса его нашел брат даркинс интересное интересное задание вот с этими законниками конечно беда полнейшая как и уже сказал наверно миссис даунс не в том возрасте чтобы проституции заниматься вот почему именно по проституции кстати других вариантов не было что погодите а моя лошадь вообще где моя лошадь здесь я могу через парк пробраться туда или это а это кладбище господи какой парк господи чё я не вообще отправимся туда и приступим к блин а еще один лабиринт из которой хрен пойми как вы как выбраться можно попробовать паркуром заняться давайте попробуем блин ну-ка давай давай чуть-чуть спустись и оля отличный паркур чтобы добраться до лошади блин ну вообще зашибись я уже устал бежать на моей лошадь по-прежнему далеко и почему она там я вообще понятия не имею почему она возле в этой деревне он точнее ну а теперь давайте отправимся к дачу попробуем ограбить трамвайную станцию про которую нам говорил анджела бронт по его наводки он сказал что можно заполучить там денег ограбив трамвайную станцию и прямо сейчас мы этим пожалуй займемся почему бы и нет честь у нас хорошее это очень хорошо честь нам нужна хорошая чтобы концовка у игры была хорошая ну спойлер тут четыре концовки все они плохие но надо выбрать какая менее в самом менее наименее плохую надо этого еще довольно далеко так вот они вот и ты пошли не останавливайся опаздываешь пара дней в этом городе ты приводился в парня который глаз не сводит мы куда-то спешим нам надо уехать навсегда мы неплохо подзаработали последнее время мы хотим уехать все вместе нам нужно будет деньги на карабах я нашел одного доброго капитана он согласен доставит нас в австралию или на танкете надо только заплатить ему за проезд и за землю которую мы получим прием туда без лишних расспросов мы исчезнем начнем новую жизнь а где этого таити то черт возьми на юге тихого океана не тронут и рай и кто же там живет ну то эти они кто же еще мы заработали немного на том дельце с лишним пароходом но недостаточно для того чтобы надеть мирную жизнь да а куда все остальное здесь здесь мы что ограбим это место а что мы раньше трубы чинили что не знаю заметили вы что у нас и так много времени полагаю у нас есть несколько дней прежде чем явится пинкертоны и тогда нам конец нам нужны деньги и я слышал что здесь они есть идем дамы и господа это ограбление делайте то что я говорил и никто из вас не пострадает ну разве что ваши бабки пострадают отдайте сюда свое добро и все пока спасибо молодой человек отдайте вы мне свое добро это я достану пистолет и стрельну молодцы молодцы отлично давай давай сюда бросить давай сюда свое добро хорошо хорошо деньги что-то маленькие у вас совсем а ну давай открывай дверь открывай дверь я тебе сказал бы другое дело а теперь открывай сейф открывай сейф я сказал не думаю что они тут хранят много денег а все равно открывай ты прав денег тут немного тут почти вообще ничего нет здесь должны были быть пачки денег он сказал что тут посмотри еще да нет тут пачек тут несколько долларов и мелочи все черт у нас проблема тут снаружи толпа копов выходите вы окружены вот скотинский сын он подставил нас думаешь тебе не кажется что время для сарказма сейчас да ну чё будем делать джентльмены что нибудь трамвай за мной джентльмены вон вышел блин этот трамвай этот на таите да надеюсь хотя это сарказм полнейший ой 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 дайте а можно вид от первого лица не нельзя тут вид от первого лица да плохо вижу все из-за лагер в ту сторону давай денег там вообще не густо да и законники нагрянули бронте за это заплатят думаете это бронте подставил нас такое может быть конечно но не знаю даже но дальше считает так тормози притормози эту штуку сейчас сейчас да он сломался похоже держитесь какое счастье что это катсцена не залагала красивая катсцена оооо блин дач все целы ооо мощный удар был ты в порядке дач да более менее револьвер слабенький вообще да блин все таки трамвайную станцию дача решил взять с собой не мику али послушав а вон сверху еще стреляли скотины да блин что они не умирают то вот одного убил это наш шанс вперед так блин ч как он не умирает ты в порядке дач врать не буду бывало и лучше лет нас полиции присмотреть за ним черт они уже здесь нельзя что они пошли за нами как лагается противно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok О, у меня здоровье уже. А, нет, у меня еще полно здоровья. У меня глаз на исходе уже идет. А куда вы стрелять? Законники в той стороне. Ладно, босс, пошли. Заряжайся. Мое здоровье на нуле уже. Еще один удар и я умру. Блин. Че он не умирал? Он не умирал просто и все. А мне один раз пальнул и в любое место тело и все, я сдох. Зашибен. Надеюсь, мне не придется заново сейчас начинать побег. Фуух, господи. Надоело уже, честно говоря, так бегать. И ждать эти дурацкие загрузки. Все, что до этого розыска не было, что ли? Он и так был. Да блин, ну не туда ты прячешься, болван. Ну, мы где-то тут и сдохли, собственно говоря. Так что... Раз. Два. Вот эти вот экранчики мне нравятся. Сценки, когда красивый удар получается. Блин, из-за этой пыли ничего не видно вообще. Из-за ветра, из-за этого. Ну, садись. Чего ты ждешь? Садись, блин. Сильно получил по голове. Аж в лазах троица. Не высовывайся, я отгоню их. Они гонятся за нами. Давай, пристрели их. Нет, стрельба из двух рук. Это плохая идея. А-а-а, заряжайся. Хорошая попытка была запрыгнуть в повозку. Там, там, там легче убить вас было бы. Да, блин, чего он не стреляет-то? А, перегораживает. Голова лени перегораживает. Еще справа. К мосту давай, дам. Заряжайся скорее, блин. А, они дорогу перекрыли. Хороший динамит. Меня самому пришло в голову кинуть динамит. Но это уже сделали за меня. Обо мне не беспокойся. Просто вытаскивай нас отсюда и все. 170 долларов награда. Отличная награда, блин. Кажется, погоня кончилась. Знаешь, что дальше? В следующий раз... Давай не будем забывать об осторожность. Наводка была заманчивая. Я знаю. Что ж, мы ушли. Только благодаря тебе. Да не благодаря. Ты хороший парень. И мы получили... По 15 долларов на каждого. О, еще четвертняк. Про четвертняк нельзя забывать. Он подставил нас. Обвел меня вокруг пальца, как дурачка, блин. Отравил на нас законников. И что мы ему сделали? Что я ему сделал? Видимо, он считает себя главным в городе. И ему здесь такие, как мы, не нужны. Ну, что будем дальше делать, дач? Нам нужны деньги. Одно удачное дело, и мы выезжаем. Думаю, надо попытать удачу с банком. Хози, я согласен. Даже после этого? Да, особенно после этого. Чувствую себя не очень хорошо. Ты крепко приложился головой. Ладно, отвезу тебя обратно в лагерь. Ты отлично себя проявил, Ленни. Жаль только, что дело плохо закончилось. Неудачи случаются. Лошадка рядом? Да. Теперь дача, я думаю, будет предпринимать планы и отомстить Бронте за это дело. И не знаю, сейчас закончить или потом. Давайте. Давайте закончим. Возможно, следующая серия будет уже с банком. Ладно, на этом все. С вас, Лейкос, подписывайся на мини-эпичный видос. Подписывайтесь на этот канал и вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok